Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает, воподом. И сегодня речь пойдет о книге «Паразительные паразиты». И если вы думаете, что это какая-то социальная пародия или сатира, то вы сильно ошибаетесь. Потому что на самом деле эта книга ровно о том, что заявлено. О паразитах. Паразитология – это прекрасный отдел биологии. Он разнообразен. Одних только ленточных червей, открыто более трех тысяч видов. Другой вопрос – а зачем о них читать детям? Во-первых, у этой книги есть простая утилитарная польза. Совершенно утилитарное назначение. Я не представляю себе ребенка, который не будет тщательнейшим образом мыть руки после прочтения этой книги. Не потому, что она чем-то пугает. Боже мой, наоборот. Автор Алена Спаснецова чуть и не с любовью пишет о многих видах этих удивительных созданий на нашей планете. Вот. Дело в том, что просто подробное знакомство с предметом заставляет и взрослого человека, если вы еще немножко нервнобольны, так тем более, значит, бежать мыть руки, да, и принимать другие меры безопасности. Это, конечно, не лишнее, но на самом деле книга не об этом. Книга не о средствах и мерах борьбы с этими самыми паразитами, а о самом мире природы, который такое удивительное явление породил. Дело в том, что паразиты – это не только вовсе насекомые или, значит, черви, это и грибы, и растения. И, допустим, грибчага, который является паразитом, значит, на других растениях паразитирующим, это очень полезное для человека явление природы. А многие паразиты, которые уничтожают садовых вредителей, или, значит, иным образом помогают сельскому хозяйству, для нас самое что иное есть верные друзья и помощники. Мы их чуть ли не разводим специально, потому что человечеству голод во многих регионах грозит по-прежнему. Книга изумительно совершенно проиллюстрирована. И не потому, что она всю эту чудовищную мерзость воспроизводит детально, а потому что она действительно находит обаятельные образы для всего, о чем рассказывается в этой книге. Посмотрите на вот этого прекрасного Чужого, да, героя знаменитого фильма. Вот он листает, сидя, видимо, уже в поживом возрасте, сидя в кресле-качалке, он листает книгу с надписью «Семейный альбом». И жест такой делает, типа, «О, да, вот, троёта и прабабушка». Вот это, видимо, там кого-то и ухмыляется так вот это вот. Это прелестно совершенно. Чудесно совершенно также приглашение, которое, значит, вот на этой иллюстрации мы видим. Видите, такой прекрасный сельский туалет, значит, дощатый, типа сортир. Вот, значит, и вот два таких прекрасных червячка приглашают нас. Вот, пожалуйста, ну, 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 в общем, милости просим, так сказать. Очень рады вас видеть. Ну, правда, видеть им нечем, вот, глаз у них нет, но, тем не менее, приглашают они от всего сердца, которого у них тоже нет. Вот, зато у них есть кое-что другое, и об этом-то как раз очень подробно написано. Зачем написана эта книга? Потому что, во-первых, природа удивительна, когда я, человек, в общем-то, достаточно много читавший популярных книг, разумеется, популярных, ни в коем случае не претендую ни на какую основательность познаний. Так вот, достаточно много читавших книг популярных по биологии и по зоологии, когда я читал эту книгу, я открыл для себя огромное количество интереснейших фактов. И это касается не только цифр, там, не знаю, вот этих рекордных достижений, там, длина ленточного червя, живущего в ките, достигает 20 метров. Вы представьте себе это на секундочку? Не, ну, когда дурноту поводите, да, то есть 20 метров. Но кит же, кит все-таки, да, но и человеке тоже, если пропорционально, и так далее. Значит, во-вторых, ведь паразиты, они обладают удивительным количеством свойств. Некоторые меняют нескольких хозяев. Некоторые живут в одном хозяине, размножаются в другом, умирают в третьем. Некоторые губят своего хозяина, а другие, наоборот, всеми силами помогают ему выжить. И более того, жизненно необходимы для процветания этого вида. Паразиты бывают потрясающе изобретательны. Допустим, тот самый гриб, который заражает муравья и заставляет его подниматься вверх по травинке, да, чтобы он умер там, именно наверху, где гриб имеет больше шансов распространить свои споры как можно дальше при помощи ветра, да. Потому что из тела погибшего муравья из его головы вырастает вот эта вот грибница, да. Это совершенно потрясающий способ донести свой орган размножения до среды наиболее благоприятной для этого. А, например, прекрасная рыбка, удильщик, да, значит, самцы которой присасываются под бочок к огромной самке, они очень маленькие сами, вот, и прирастают у них, всё атрофируется, и они выполняют только одну свою функцию, функцию размножения до конца своей жизни. Так и живёт самка, значит, с несколькими самцами, которые, значит, являются в сущности уже органами своеобразными, квазиорганами её организма, вот, полностью питаясь и живя за счёт её. Это тоже форма паразитизма, которая, значит, возникла между полами. Природа, она не просто изобретательна, она сверхизобретательна. И вот эта приставка, кстати, тоже имеет важное значение. Сверхпаразитизм. Это паразиты, которые паразитируют на других паразитах. Потрясающе, правда? Обо всём об этом вы узнаете в книге. Вот. Книга завершается совершенно замечательной цитатой, да. Вот блохи, которые заставляют, значит, грызунов вести себя определённым образом и так далее. Вот птички тут у нас. Тут у нас и птички, и рыбки, и растения, и грибы. Я уже говорил, да. То есть мир паразитов, он действительно необъятен. Это страшно интересно. Это просто интересно, если немножечко отвлечься на секунду от практической, так сказать, вещи, которая, может быть, остановит некоторых взрослых. Поверьте мне, это очень полезная книга. Её педагогическое наполнение вовсе, значит, не сводится к тому, что она заставляет лихорадочно мыть руки, да, после каждой еды, перед каждой едой, после каждого возвращения домой с улицы. Вот. А это действительно книга, показывающая, насколько удивительно окружающий нас мир. И в эпилоге цитируется знаменитый Клоп из произведений братьев Стругацких, да. Это разумный Клоп, да. И он называет людей сверхпаразитами, которые умудряются паразитировать даже друг на друге. Но дело в том, что природа даже эта, хотя Клоп Говорон, это сатирический образ, да, абсолютно выдуманный, но природа даже эта умудрилась уже придумать, да, есть паразиты, которые паразитируют друг на друге внутри одного вида. Совершенно потрясающе. Внутри смежных, схожих видов. Всё, что угодно, можно найти в мире природы. И исследование этого, изучение показывает, насколько прихотливы эволюционные механизмы. Потому что, естественно, сам феномен паразитизма, да, он исключительно внутри живой природы существует, да. Вне живой природы аналогов нету. И он тоже своеобразный эволюционный механизм, который нужен живой природе для чего-то. Для чего? Ну, для того, чтобы мы с вами сейчас могли общаться, вот, будучи разумным видом Homo sapiens, и захватив доминирующее положение на этой планете. Доминирующее-то оно доминирующее, но, тем не менее, забывать о соседях наших, как-то язык не поворачивается, назвать их братьями меньшими, значит, ну, сёстрами там или другими меньшими этими самыми, вот. Значит, забывать о них не следует. Хотя бы ради собственного здоровья и безопасности. Ну, а в целом, это, конечно, потрясающая работа, показывающая еще раз, насколько вредны детской литературе запретные темы. О каждой теме можно рассказать интересно, уместно и полезно, да. Вот. О каждой теме можно найти потрясающие вещи. И дело не в том, что автор должен быть влюблен в предмет описания, то есть сложно любить этих самых червей ленточных, да. Вот. А дело в том, что автору должно быть интересно об этом рассказывать. И вот эта самая эмоция, ух ты, вот это вот потрясение, да, на каждой странице, она действительно самим рассказом вызвана, самими подробностями, изложением материала. А не какими-то, повторюсь, рекордными численными достижениями. Кто длиннее всех, кто больше всех размножается, кто так далее. Это все не так важно. Важно другое, важно, как интересно устроен этот мир, вот. Ну, и в этом мире есть все, в том числе «Поразительные паразиты». По-моему, отличная книга, искренне всем рекомендую. Вот. После этого ребенок точно совершенно будет соблюдать правила гигиены. Повторюсь, в третий, последний раз. Но самое главное, возможно, он захочет почитать другие книги по занимательной биологии, про, значит, про живую природу, окружающую нас. А это та польза, которая обязательно должна быть, которая обязательно должна достигаться любой детской познавательной книгой про живую природу. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.